Здравствуйте! Это программа Диаблога Вечным и я ее ведущий Михаил Кириченко. Мы говорим о том, что действительно волнует всех и каждого, можно так сказать. Тема наших программ выбрана не случайно. Свидетельство тому огромное количество вопросов, обсуждений, а порой и острых дискуссий на сайте нашей программы. Кстати, адрес моего блога вы сейчас видите на своих экранах. Присылайте свои сообщения, предлагайте темы, задавайте вопросы, принимайте участие в создании программы. Давайте сделаем ее вместе и тогда она будет лучше. Только в сильном и здоровом теле дух сохраняет равновесие и характер развивается во всем могуществе, сказал английский философ и социолог Герберт Спенсер еще в конце 19-го столетия. Тема нашей беседы – значение физической культуры и спорта для всестороннего развития личности. Связь между спортом и духовностью. Позвольте представить вам гостей в студии. Это заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Председатель Федерации легкой атлетики. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Девятовский Вадим Анатольевич. Добрый. И руководитель отдела по делам молодежи Минской епархии, клирик Собора Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, руководитель спортивно-исторического клуба Святого Давмонта Псковского, а также, я не ошибаюсь, второй дан шитариу карате, протодиакон Максим Логвинов. Здравствуйте. Современная физическая культура и спорт очень богаты по своему содержанию. Они очень сложны по структуре, и в них заключены огромные возможности для физического развития человека. Но как влияет спорт на духовное воспитание, на качество личности? Существует ли какая-то связь между спортом и духовностью? Хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет. Кто будет первым отвечать? Ну, я могу, если позволите, как человек, который отдал 30 лет спорту, метания молота. Конечно, помню, как я рос, все этапы юношеского, юниорского, детского спорта, взрослого. И, конечно, вместе с ростом результатов я рос и духовную. И я не хочу разделять свой духовный мир от мира спорта, потому что спорт, он закаляет, спорт, он воспитывает личность, и именно преодолевание себя – это тот мотив, который действительно формирует духовный мир. Потому что просто поднять железо и сказать «завтра я сделаю это лучше» без внутреннего содержания, без качества, скажем так, глубины души, наверное, не всегда выливается в первое место условно на Олимпийских играх. Отец Максим, может, вы что-то скажете на этот счет? Вы знаете, с точки зрения христианского богословия, спорт, как и многие другие явления нашей жизни, относятся к понятиям вещей безразличных. Или на языке богословском это звучит как адиафора. То есть это те явления, которые могут быть направлены в ту либо в другую сторону. И мы, конечно, видим в спорте массу положительных явлений, но видим и какой-то ряд явлений отрицательных, как стремление добиться результата во что бы то ни стало, любой ценой одержать победу. Где-то, может быть, видим стремление идти по головам, где-то есть какая-то нечестность. Конечно, множество этих скандалов допинговых, когда человек в стремлении перешагнуть свои естественные возможности, использует какие-то препараты, которые губительно влияют на него. Но когда мы вообще говорим о духовности, то, конечно, в широком смысле можем сюда включать любые проявления личности. Но с христианской точки зрения это то, чем человек дышит, то, чем он живет, то, что для него является самым основным и главным приоритетом. И с этой позиции мы, конечно, говорим о духовности христианской, как о том, что все существо человека направлено к Богу. И вопрос самосовершенствования, саморазвития здесь даже является второстепенным. Первостепенным является направленность, устремленность человека ввысь. А вот уже что он при этом делает, чем он при этом живет, это может как помочь ему, так и может, соответственно, помешать. То есть заставить его откатиться куда-то назад. Я повторюсь, я могу говорить о своей дороге, о том, что именно в спорте я нашел условно ответы на многие вопросы, которые формируют в том числе и духовный мир. И вы знаете, я пишу стихи, я как-то делился, вы же знаете, что я с Полоцкой земли, с владыкой Феодосием я разговаривал, и он благословил мои стихи. И он прекрасно знает, что я человек, отдавший всю жизнь спорту. И такие строчки могли родиться именно, скажем так, в человеке, ну я так, может быть, это не скромно, но уже сформированным каким-то взглядом на жизнь. Отец Максим, а сколько человек насчитывает клуб, которым вы руководите? Как давно он создан? Чем вы там занимаетесь с ребятами? Помогает ли ваше совместное занятие спортом каким-то образом повышать их духовный уровень, воспитывать в нужном обществу духе? Наш клуб Святого Давмонта-Псковского действует с 98-го года, и за это время сложно подсчитать, сколько ребят прошло, но в целом количество занимающихся от 30 до 70, когда мы праздновали 15-летие клуба, то больше 100 человек пришло на этот праздник. Там, конечно, в физкультуре, спорту отдано преимущественное направление. Главная дисциплина – это каратэдо стиле ситарю. Ребята выступают на соревнованиях по рукопашному бою. Но и также там мы развиваем ориентирование, медицинское направление развито. Можно даже сказать, что это какие-то военно-прикладные дисциплины. Но не забываем, конечно, о том, что нужно помогать ближнему. Давно сотрудничаем с Ассоциацией инвалидов-колясочников. Вот этим подопечным помогают ребятишки мыть окошки, к праздникам уборку делать. И для них, и для военнослужащих той военной части, где мы тренировки проводим наши, делаем концерты, какие-то выступления праздничные. Жизнь, в общем-то, интересная. Но, конечно, я стараюсь использовать все вот эти активности, в которых ребята участвуют, для того, чтобы... Ну, задача минимум, чтобы они просто не потерялись. Задача минимум, чтобы подростки не сделали каких-то непоправимых шагов в своем вот таком сложном периоде развития. Вот. Ну, и, конечно, самое главное, чтобы они при этом остались в церкви, чтобы они остались верны этим идеалам, традициям нашего общества, правильным. Вот. Это по большей части удается достичь. Во многом благодаря спорту. Спорт воспитывает, собственно, такие необходимые для христианина качества, как умение преодолеть себя, как умение держаться, когда очень тяжело. Терпеть. Терпеть. Да, это самое важное качество для христианина. Когда мы видим, что спортсмен приходит в церковь, то, по крайней мере, самодисциплине его учить не приходится. Это он уже умеет прекрасно. Это то, что мы называем христианской аскетикой. Вот. Самодисциплина, умение себя ограничить, умение себя заставить, вовремя встать, где-то недоесть, где-то через боль, но преодолеть себя. Это важное качество для христианина. Может быть, даже основополагающее. Потому что то, что мы видим в людях, далеких от спорта, это, как правило, что их амбиции, они где-то находятся в сфере фантазии. Вот мне бы этого хотелось. А мы все-таки стараемся их перенести в сферу воли, чтобы человек добивался поставленных целей. Ну, а уже от нас зависит, каким будет целеполагание этого молодого человека. Спасибо, сенсей, в смысле, отец Максим. Спорт, церковь, это все прекрасно. Но не следует забывать и о школе, которая тоже играет огромную, может быть, даже самую важную роль в формировании нашего подрастающего поколения. В связи с этим следующий вопрос. Екатерина пишет. Следует совершенствовать преподавание физической культуры именно в школе. Катастрофически не хватает учителей, которые могли бы давать не только спортивные результаты, но и воспитывать в наших детях эстетический вкус и чувство прекрасного. Ваше мнение, какими средствами должен пользоваться современный преподаватель физической культуры? Наверное, это вам вопрос в первую очередь. Вы знаете, абсолютно справедливо задан вопрос. Фактор личности, он порой определяющий. Человек, который может повести за собой, он, конечно, должен обладать, ну, в народе так называют харизмой, да, то есть человек высокой духовной культуры, который тонко чувствует молодежь, тонко чувствует, как ненавязчивая. Вы знаете, любого, если тыкать, и, знаете, как это, черное и белое, то можно вот этими крайностями не добиться результата. Вот когда ты можешь войти в его мир и нащупать то, каким, значит, способом ты можешь добиться результата, дав ему возможность проявить себя, чтобы он почувствовал, что он его сам добился, вот это должен быть еще очень тонкий психолог. И, конечно, мы испытываем огромный государство дефицит, при всем уважении к учителям, к педагогам, которые сегодня воспитывают нашу молодежь, но истинных профессионалов их, ну, вот хотелось, чтобы было больше. Вадим Анатольевич, вот хотелось бы узнать о проекте «300 талантов для королевы», которым вы, как я понял, занимаетесь. О чем он, какие планы, перспективы у ребят? Ну, на сегодняшний, да, это были мои намерения, когда меня избрали председателем федерации, вот в тезисах, те, кто выбирал, слышали, что через школы надо выискивать таланты. Мы, конечно, говорим о профессиональном спорте. Да, массовый спорт, очень много проектов, и это очень важно, потому что не обязательно, чтобы человек был олимпическим чемпионом. Но мне, как председателю федерации, важно то, что каждый имел бы шанс при его желании и при его таланте, очень немаловажно найти в глубинке, потому что, да, в столице есть прекрасные школы, но чтобы каждый имел ребёнок равный шанс при его таланте, значит, добиться успеха. А мы должны создать условия для него, чтобы он мог пройти по дороге, по которой, к примеру, прошла наша олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко, которая прославила нашу Родину, как никто другой, может быть, не обижая профессию дипломата. Президент, кстати, не раз говорил об этом, что Дарья Домручева, Виктория Азаренко, наши чемпионы, они действительно постреляют нашу страну, это же немаловажно, это положительный имидж. И вот эти 300 талантов программы, она охватывает все школы нашей страны. Мы подписали меморадум о сотрудничестве с министром образования, с министром спорта и федерацией, что с 1 по 4 класс все участвуют в рамках школьной программы, дети сдают условные тесты, мы их обрабатываем, и сегодня мы уже заканчиваем обрабатывать эту информацию, это больше 200 тысяч детей, и из них мы просто нашли финансирование условно на 300 детей, может быть, потом это будет 500 талантов для королевы. Но сегодня 300 детей, самых лучших детей по результатам этого тестирования, неважно откуда, они попадают в эту программу, а мы уже работаем с областными центрами легкой атлетики, с республиканскими, и мы их берем на вооружение, будем в каникулы организовывать им учебно-тренировочные сборы, и там уже специалисты постараются, скажем так, убедить их детей и их родителей, ну, продолжить, скажем так, свою жизнь в дружбе с легкой атлетикой, к примеру. Отец Максим, а как церковь может способствовать развитию детского спорта и, возможно, также взращиванию спортивных талантов, которые прославят в будущем нашу страну? Ну, как вы лично помогаете, мы уже знаем. Конечно, самое-то главное, чтобы человек развивался в этом направлении, как и в любом другом, это мотивация. Вот, и думаю, что как раз вот эта вот мотивация в любой сфере деятельности для человека – это самое главное. Конечно, мы ведь не можем провести какие-то тестирования, вот, и не можем провести какие-то сборы, не имея для этого надлежащей базы, вот, но попытаться замотивировать наших прихожан, в особенности молодых прихожан, на то, чтобы они качественно, добросовестно выполняли то дело, за которое они взялись, это, наверное, в наших силах. Вот, трудиться на том месте, где поставлен, где получается, где можешь максимально реализовать свои таланты, вот, во славу Божию, церкви, отечеству на пользу, вот это мы, конечно, всегда как-то стараемся утверждать и проводить в жизнь среди наших прихожан. Отец Максим, вы уже коснулись немножко вот этой темы соперничества порой нездорового. Наши зрители ее развивают. Александр пишет. В спорте очень часто присутствуют нездоровые побуждения, стремление добиться победы любой ценой, превзойти других. Кроме того, добавляются еще корыстные мотивы, стремление к известности и большим деньгам. Профессиональные спортсмены меньше всего, по его мнению, думают о духовности, хотя Вадим Анатольевич это опровергает, но он пока что исключение, по-моему, лишь подтверждающее правило. Согласны ли вы с Александром и, возможно ли, с подобными отрицательными тенденциями в современном спорте каким-то образом бороться? К обоим гостям вопрос. Ну, я потом отвечу. Я думаю, что, конечно, эти все моменты действительно имеют место, но, конечно же, все зависит от личности, от того, на что человек нацелен, какую цель, собственно, в жизни он имеет. Вот. Если все, всю свою жизнь, все свои надежды он полагает только вот в плоскости вот этого земного бытия, то действительно так оно и будет. С другой стороны, мы уже говорили о положительных моментах, которые в спорте присутствуют. От этого тоже никуда не уйдешь. Как я уже сказал, это спорт относится к категории вещей безразличных. Вот. Нужно работать со спортсменами тоже, с профессиональными спортсменами. Поэтому уже нередко сейчас такие явления, когда и накануне соревнований выходят священники, как-то пытаются вразумить молодых спортсменов. И когда в самом тренировочном процессе, я не говорю сейчас о таких вот клубах, как наш, где это само собой разумеется, но приглашают спортсмены, тренера, священников, чтобы побеседовать, чтобы настроиться, чтобы иметь правильные ориентиры в жизни, в первую очередь. Потому что, как Вадим Анатольевич сказал, что мы в первую очередь говорим о развитии личности. Спортсменам ведь может быть профессиональным далеко не каждый человек. И может быть олимпийский чемпион, а кто-то другой уступит ему на какие-то тысячные доли секунды, какие-нибудь там сантиметры, даже миллиметры, но чемпион олимпийский будет все равно один. Вот. Конечно, вот это вот стремление идти по головам, вот, подавить соперника, это такое, наверное, имеет место. Но из моего опыта общения со спортсменами, я, наверное, скажу, что все-таки вы не правы. И именно такой подход – это исключение. Потому что в спорте, в частности в единоборствах, присутствует искренняя атмосфера братства, взаимоподдержки. Вот. И внутри команды, и человеческого общения с командами-конкурентами – это все присутствует, все есть. Соперничество выведено только в пределы спортивной площадки. Там, конечно, есть и адреналин, и где-то, может, соперничество, которое перерастает иногда в нездоровое, и какие-то грязные приемчики присутствуют. Но за пределами ринга, за пределами спортивной площадки все как бы становится на свои места. Конечно, татами в первую очередь. Поэтому мне так кажется, что таких вот врагов за пределами спортивной площадки нет в спорте. Так что это, скорее, исключение то, что уважаемый Александр так вот озвучил. Может быть, со стороны это так покажется, действительно. Так ли это, Вадим Анатольевич? Ну, на самом деле, профессиональный спорт, скажем так, он уже достиг такого уровня, когда, вы знаете, целые институты работают на восстановление спортсмена. Здесь вот эту грань очень тяжело, скажем так, как правильно выразиться, объяснить, скажем так, вот перехода запрещенной, незапрещенной, средства восстановления. Спортсмен получает во время работы, если мы говорим об олимпийском уровне, запредельные нагрузки. Это изнашивается организм, суставы, связки, обмен веществ, то есть уходят микроэлементы, и, ну, можно, скажем, получить огромные проблемы. И, конечно, в Советском Союзе, условно, вот в те времена спортсмены восстанавливали, и такого допинг-контроля, условно, и не было. Вот он появился, когда кто-то начал злоупотреблять фармакологией, и спортсмены начали умирать, вот, и начали поднимать вопрос, как сто, и посмотрели, что идет перекос однозначный у вот этих медиков, скажем, уже не методики тренировок, техники, тактики, а вот именно фармакологическая составляющая стала преобладать. И поэтому ввели допинг-контроль в первую очередь, чтобы защитить спортсмена, скажем так, уберечь его. Вот, поэтому здесь такая тема, наверное, отдельной передачи. Я вам честно скажу, здесь в пяти минутах, наверное, не объяснешь, но в двух словах я скажу, что физкультура и становление личности через физкультуру – это одно, а профессиональный спорт, который запредельно, если мы хотим конкурировать, то он идет с современной, качественной фармакологией, потому что без нее человек просто умрет, потому что мы видим каждый год какие-то новые рекорды мира. Неужели 50 лет назад были менее талантливые по природе своей спортсмены? Вы упомянули только что о том, что на спорт, на большой спорт работают целые институты. Вообще, внимание спорту, конечно, в мире уделяется огромное. Некоторые наши зрители подвергают интенсивность этого интереса и внимания сомнению, необходимость подобного интереса и внимания. Вот, в частности, Макс пишет. Сегодня наблюдается огромное внимание общественности к большому спорту. Как вы считаете, здоров ли такой повышенный интерес? Какую ценность представляют большие спортивные соревнования? И как к такому интересу относится церковь? Есть определенные индустрии, и когда мы говорим с точки зрения духовной, то очевидный перекос здесь наблюдается. Тут нужно, знаете, мне кажется, сказать, что вот будешь ты бежать там, выбегать из десяти секунд, потом, может быть, из восьми даже выбежишь, станешь олимпийским чемпионом, но лось-то все равно бежит быстрее. Как ни крути, все равно не обгонишь ты его. Природы этого не дано. Но не этим силен человек, вот, не это то, что нас отличает от животных тех же самых, которые быстрее, сильнее, выносливее, некоторые летать даже умеют. Вот. Если мы не забываем о том, что в нас главное, о том, что в нас основное, то, что делает нас людьми, вот, тогда спорт нам будет только помогать. Если мы зациклимся на этом, на физической стороне развития человека, вот, на индустрии развлечений, потому что большой спорт во многом сейчас превратился в индустрию развлечений, вот, то, конечно, мы просто деградируем морально и теряем ту самую духовность, о которой мы с вами уже столько времени говорим. Я хочу ответить, вот, о важности и внимании, значит, к спорту, вот. Кто к ним и ответит. Да, но вот я хотел бы в продолжении мысли отца Максима, если позволите, у меня есть стихотворение, вот, вы сказали о животных, о смысле… Мы будем только приветствовать. Да, ну, вот, просто хочется сказать, потому что, мне кажется, это вот в подтверждение ваших слов у меня есть уже сформированные мысли. Стихотворение Олеси. Осень красок радость дарит, леса мудрость седина. Вечен лес, и он нам дарит воздух, свежесть и глоток, и свободы вечной жизни. Помнить надо, где исток, не предать и дорожить тем, что можешь выбирать. Для сознания есть завеса, в миг все можешь потерять, обманув дыхание леса. Еще раз могу только поаплодировать. Ну что же, наши дорогие зрители, просто испытываю чувство гордости за то, что программа «Диаблок» смогла найти таких гостей, которые соединяют в себе и великолепную, высочайшую духовность, и физическое совершенство. Таких людей не так много, вот перед вами они, пусть они будут примером для вас. Занимайтесь спортом, растите духовно, всегда смотрите программу «Диаблок», присоединяйтесь к ее созданию, оставляйте свои сообщения, предлагайте темы, присылайте смс, мы на каждое ваше сообщение, на каждое ваше смс-ку обязательно ответим. Это была программа «Диаблок» о Вечном, и я ее ведущий Михаил Кириченко. Счастливо вам!